Имя азербайджанского журналиста Хадиджи Исмаиловой вскоре появится на этих браслетах. Таким образом, корреспондент газеты «Вашингтон-Пост» Дана Прист и студенты факультета журналистики Мэриландского университета пытаются привлечь внимание общественности к девяти наиболее показательным делам осужденных журналистов. Молодые специалисты в рамках кампании «Пресса без наручников» призывают к освобождению своих коллег из Узбекистана, Вьетнама, Египта, Эфиопии, Китая, Свазилэнда, Бахрейна, Ирана и Азербайджана. Без всякого сомнения, ответственность за лишение свободы этих журналистов несут власти тех стран, в которых они боролись за право донести до людей правду. К сожалению, только представители властей уполномочены освободить этих журналистов. Этим действием нет никакого оправдания. Лейла Сарцевич несколько месяцев общалась с семьёй Питера Греста, австралийского журналиста, работавшего на телеканале «Ал-Джазира», который провёл в египетской тюрьме 400 дней. Грест, по оценке Комитета по защите журналистов, стал пешкой в геополитическом споре между Египтом и Катаром, где базируется «Ал-Джазиром». Для меня история Питера превратилась в историю его семьи. У меня была уникальная возможность взять интервью у его дяди. Брат Питера передал мои вопросы ему. Питер, несмотря на риск, ответил практически на все мои вопросы. В воскресенье утром 1 февраля семья Греста сообщила Лейли об освобождении Питера. Эта история, по словам начинающего журналиста, стала и её профессиональной победой. В истории азербайджанского журналиста Хадиджи Исмаиловой пока нет счастливого конца. Сотрудница азербайджанской службы «Радио Свобода» Хадиджи Исмаилова обвиняется в доведении бывшего коллеги до попытки самоубийства. Директор правозащитного отдела Комитета по защите журналистов Кортни Радж, которая лично знакома с Хадиджей, назвала эти обвинения абсурдными и политически мотивированными. Хадиджи расследовала факты коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана. Представители власти считают, что им позволено всё. Они могут ни за что посадить журналиста в тюрьму и оказывать давление на прессу. Другой видный критик правительства Азербайджана — известный аппозиционный журналист, обозреватель газеты «Азадлык» Симур Хадиджи. Также находится за решёткой. Симура обвиняют в хулиганстве. Его дело досталось на изучение студенту Мэрландского университета Кортни Мабиус. Симуру и Хадиджи удаётся встречаться с журналистами. Однако у них нет никакого доступа к юридической помощи. Возникает вопрос, каким образом они могут быть освобождены. Я общалась с коллегами Симура. Многих из них оскорбляли и избивали. Я надеюсь, что мне удастся поговорить и с Симуром. В борьбе за основное право человека свободно выражать свои мысли, по словам американских студентов, не должно быть государственных границ. Каждый журналист, несправедливо попавший за решётку, — это преступление против свободы слова. Ануша Витисян, Дана Преображенская, Настоящее время, Вашингтон.